Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо всем, кто остался до конца этой сессии. Я постараюсь уложиться в 10 минут. Можно презентацию? Говоря о комбинированном лечении немелкоклеточного рака легкого, конечно, на мой взгляд, объем проводимого комбинированного лечения в нашей стране не может считаться удовлетворительным. И тому есть несколько объективных причин. Это и устаревшее оборудование для лучевой терапии, и то, что в некоторых случаях радиотерапия и химиотерапия проводятся вынужденно в разных учреждениях, и страх перед развитием токсичности, и, конечно, отсутствие тесного контакта между радиотерапевтами и химиотерапевтами, это тоже, к сожалению, часто встречается. В нашем центре у нас есть все возможности, в том числе и технические, для проведения такого лечения, но у нас этих пациентов тоже, к сожалению, немного. За прошлый год у нас было таких 15 пациентов. Но мы это связываем с тем, что мы все-таки частный центр, и стоимость такого лечения достаточно высока, не все могут себе это позволить. Но, тем не менее, позвольте на примере клинического случая обсудить несколько важных моментов проведения такого комбинированного лечения. Это пациент с плоскоклеточным раком 3-й Б стадии. На этапе дообследования ему было выполнено ПЭТ-КТ, выявлено узловое образование левого легкого и увеличенные лимфоузлы средостения, анатолючичные лимфоузлы с обеих сторон с высоким индексом накопления. Как вы видите, достаточно большой объем поражения и большой объем и сложные задачи для радиотерапевтов. Поскольку есть возможность применять все современные методики, это и модулированная по интенсивности лучевая терапия, и слежение за дыханием, и облучение на глубоком вдохе, что очень важно, поскольку на глубоком вдохе мы увеличиваем объем легких, и, соответственно, можем снизить среднюю лучевую нагрузку на легочную паренхиму. Мы выбрали такой достаточно агрессивный вариант, более того, с методикой одномоментного интегрированного буста на опухоль легкого суммарная доза 66 грей, но в дозе 2,2 грей, это эквивалент 70 грей, на пораженные лимфоузлы 60 грей и на непораженные лимфоузлы средостения 54 грей с одномоментной химиотерапией, карбоплатин с поклитоксилом еженедельно и затем 2 поддерживающих цикла раз в 3 недели. Здесь хочется сделать маленькое отступление по поводу высоких доз и вообще по поводу эскалации доз у таких пациентов. Вы знаете результаты исследований РТОК-0617, они опубликованы в 2013 году, были доложены на АСКО, пациентов поделили на 2 группы, в одной группе лучевая терапия проводилась в дозе 60 грей, в другой 74, и обе группы пациентов получали стандартную химиотерапию. И расчет-то был на то, что более высокие дозы покажут более высокую эффективность, а оказалось, к сожалению, совсем наоборот. Показатель общей выживаемости в группе пациентов, получавших высокую дозу, оказалось существенно ниже, и связано это именно с высокой токсичностью, с высокой частотой тяжелых пневмонитов, эзофагитов, кардиопатологией, что нередко приводит к летальному исходу. И на том же Конгрессе президент этого Конгресса сделал неутешительное заявление, что, по всей видимости, на этом главу, посвященную эскалации дозы у пациентов с немелкоклеточным раком легкого, можно закрыть, потому что на сегодняшний день фотонная терапия не способна дать нам какие-то более высокие и безопасные дозы. Но, тем не менее, вернемся к нашему случаю. У нас дозы были несколько выше, и, конечно, первое, что хочется отметить, без побочных эффектов не бывает. И здесь вы видите пневмонит через 4 месяца после облучения и в левом легком, и в правом легком. Что интересно, он четко совпадает с границей дозы в 25 грей. Это та самая условная граница, после которой считается, что очень высока вероятность развития лучевого пневмонита. Здесь как раз на эти изменения соответствуют границы в 25 грей. Что хочется отметить, этого пациента, как и всех других, мы сопровождали на протяжении всего курса лучевой терапии, мы проводили симптоматическое лечение, и также мы сопровождали его и после лечения. И когда он обратился к нам с симптомами пневмонита, тоже им активно занимались. И не только мы, но и вместе с пульмонологами привлекали пульмонологов. Это позволило нам получить достаточно хороший эффект. Вы можете посмотреть сравнительные КТ через 4 месяца и через 18 месяцев. Явления пневмонита практически полностью ушли. Клиническая симптоматика тоже ушла. Спустя 18 месяцев пациент хорошо себя чувствует и с хорошим лечебным эффектом. Что еще очень важно при планировании комбинированного лечения? То, как мы определяем объемы, которые мы будем облучать. И здесь, на наш взгляд, очень важным является использование методики ПЭТ-КТ. И вот здесь как раз я хотел бы это показать. Массивная опухоль центральный рак легкого с отелектазом, который неотделим от этой опухоли. Мы сделали пациенту компьютерную томографию с контрастом, но все равно это исследование не позволило нам отдифференцировать опухоль от отелектаза. И остановившись на этом, мы оконтурили опухоль с отелектазом вместе. Это красный контур. У нас получился большой объем, 850 кубических сантиметров. И на такой объем мы не смогли подвести даже дозу в 60 грей. Мы выходили за пределы допустимых значений для здорового легкого. После этого мы сделали пациенту ПЭТ-КТ и оконтурили опухолевый очаг, очаг накопления радиофарм препарата по ПЭТ-КТ. Зеленым цветом вы его видите, он оказался почти в два раза меньше. 450 кубических сантиметров против 850. Это позволило нам подвести 68 грей на этот опухолевый очаг. Вот на ПЭТ-КТ можно видеть этот узел. Красные линии виден оконтуренный отелектаз вместе с опухолью. Но сама опухоль существенно меньше. И, конечно говоря, о повышении эффективности и безопасности комбинированного лечения нельзя не сказать сегодня о протонной терапии. Здесь представлены несколько исследований по оценке применения протонов. И выделены два исследования как раз-таки комбинированное лечение протонной терапии плюс химиотерапия у таких пациентов. Вы видите дозу здесь в обоих исследованиях 74 грей. Связано это с тем, что при протонном облучении у нас гораздо меньше нагрузка на здоровые ткани. На этом графике это очень хорошо видно. Объем легочной ткани, получающей 20-25 грей. Та самая пороговая доза для развития пневмонита при применении протонной терапии в полтора-два раза может быть меньше, чем при использовании протонного облучения. За счет этого можно пытаться повысить безопасность лечения и повысить лечебную дозу. Результаты одного из представленных ранних исследований, опубликованных в 2017 году, протонное облучение у пациентов с третьей стадии немелкоклеточного рака легкого в комбинации с химиотерапией. 64 пациента, достаточно много они набрали. С хорошей медианой наблюдения доза лучевой терапии 74 грей. В качестве химиотерапии карбоплотин с паклитокселом. Результаты токсичности очень и очень положительные. Острый ранний лучевой пневмонит второй стадии отмечен у одного пациента. Поздний лучевой пневмонит второй и третьей стадии отмечен у 16 и 12 процентов пациентов. Нежелательных явлений пятой степени не отмечены. Эти результаты сравнимы, абсолютно сравнимы с таковыми при фотонной терапии, но при дозах гораздо меньших, при дозах не 74, а в районе 60 грей. К сожалению, пока нельзя говорить, что вот такая эскалация дозы даже на протонах может приводить к повышению эффективности лечения и к увеличению общей выживаемости. Этих данных просто пока нет. Но здесь нужно набраться терпения и подождать. Сейчас очень много центров протонной терапии открывается, и материал накапливается очень быстро. У нас тоже мы протонной терапией занимаемся в нашем центре уже полтора года. Но несмотря на то, что у нас уже 260 пациентов получили лечение за эти полтора года, с опухолью лёгкого было всего лишь два пациента. Пока это связано с организационными вопросами, но мы надеемся, что в скором времени поток этих пациентов возрастёт. На мой взгляд, конечно, перспективы более активного применения комбинированного лечения в нашей стране есть, но для этого необходимо выполнение нескольких условий. Это оснащение клиник современным оборудованием для радиотерапии, использование дополнительных диагностических методов, в первую очередь ПЭТ-КТ, повышение квалификации радиотерапевтов и медицинских физиков, и, конечно, грамотное сопровождение пациента не только на этапе облучения, но и в послучевом периоде, в том числе, когда он приходит с различными послучевыми осложнениями. Ну и в заключении, позвольте тоже перейти к вопросам. У нас четыре вопроса. Первый вопрос. Насколько вы удовлетворены собственным опытом применения комбинированного лечения и мелкоклеточного рака лёгкого? Опыт скорее положительный, опыт скорее отрицательный, опыт крайне отрицательный и не имею опыта применения. Два человека у нас пока проголосовали. Больше, да. Больше, да. Три с половиной проголосовали. Три с половиной, да. Пять человек. Восемь. Да, обновили, да? Ну что, опыт скорее положительный, это очень хорошо. На самом деле это значит, что всё-таки стараются грамотно этих пациентов отбирать для лечения и делать всё максимально аккуратно. Переходим к следующему вопросу. Да, давайте, у нас уже мало времени, поэтому надо торопиться. Какие вы видите препятствия для проведения комбинированного лечения в вашем учреждении? Отсутствие лучевой терапии непосредственно в учреждении, опасения химиотерапевтов относительно развития осложнений, опасения радиотерапевта относительно развития осложнений. Нет препятствий, активно применяю. В общем, кто активно применяет, у того и позитивный опыт. А кто? Этого следовало? Да. Ну, на самом деле, то, что опасения радиотерапевта присутствуют, это я должен подтвердить. Мы часто с нашими коллегами-радиотерапевтами общаемся, и действительно, они в большинстве с вами не очень настроены на такое лечение, но их можно понять, у них есть свои объективные причины, в том числе и техническое оснащение, к сожалению. Переходим к следующему вопросу. Какие осложнения вызывают наибольшие опасения при проведении комбинированного лечения? Гематологическая токсичность, пневмонит, эзопогит, не боюсь осложнений. Ну, в общем, опять та же самая ситуация. Кто просто лечит, тот понимает, чего бояться. Да, совершенно верно. Действительно, пневмонит – самое грозное осложнение и самое часто встречаемое. Спасибо. И последний вопрос. Каковы перспективы развития комбинированной терапии в Российской Федерации? Будет активно применяться в большинстве онкологических учреждений? Будет доступно только в крупных федеральных центрах? Не получат широкого распространения по причине высокой токсичности? Не получат широкого распространения по причине низкого уровня оснащения отделения лучевой терапии? Оптимистический взгляд. Оптимизм сохранен. Это хорошо. Спасибо. Есть вопросы? Есть. Пожалуйста. Теперь я вот тут. Представляете доклад, и он не вяжется с каким-то взаимным экспозициями. Во-первых, ну, сами говорили, донусы на нас и на нас, но показывают, что дасты, что я думаю, что это не очень. Второй вопрос. Практическое облучение для полного микроза. Третий вопрос. Вы видите, то есть, третье. Заполняете, и наушу будет, и наушу, 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 и наушу. Все, что выше, это все на усмотрение радиотерапевтов, исходя из их возможностей и конкретного случая. У нас есть показания для здоровых тканей, которые мы не имеем права превышать. Если мы можем, видим, что у нас есть лимит, мы, соответственно, рассматриваем вместе с химиотерапевтами, можем ли мы для этого пациента подвести большую дозу, оправданно это или не оправданно. Это все индивидуально, это к вопросу необходимости коммуникации между радиотерапевтом и химиотерапевтом. Тогда, может быть, и эффект будет лучше. Ну, что касается консолидирующих двух циклов, это, опять же, стандартная схема из гайдлайнов. Одна из предлагаемая для химиолучевого лечения, но здесь, наверное, не совсем к нам вопрос. Это больше наши химиотерапевты определяют в целом курс. И профилактическое облучение непораженных лимфатических узлов – это действительно спорный момент на сегодняшний день. Электив-филтер-радиэйшн или электив-ноудер-радиэйшн – много работ и в пользу за, и в пользу против. Здесь, в данной ситуации, у нас все эти объемы объединились, потому что у пациента практически сливались эти зоны, и участки непораженных лимфоузлов, они были между участками пораженных лимфоузлов. Здесь, в этом плане, не очень показательный случай. Если у нас есть возможность сделать ПЭТ-КТ, мы стараемся придерживаться все-таки тактики не брать зоны, которые не поражены. Спасибо. Продолжение следует...